Дорогой Акбар Михаил Ашик, скажи, пожалуйста, почему у тебя такое интересное имя? Интересное имя? Да, интересное имя. Расскажи, пожалуйста, и тот вопрос, который ты мне написал, очень интересный. И ты мне его скажешь, и я тебе отвечу. И коротенько, 10 минут мы поговорим. Да, хорошо. А имя такое у меня, потому что... Ну, когда я родился, родители долго не знали, как меня назвать. Но вот у меня еще два брата-двестры есть, и они нас называли именем какого-нибудь великого или известного человека. А вот мне никак не могли придумать, очень долго. А вот Рода, которую врач принимал, когда я родился, он был индейц, и он занимался астрологией. И он говорит родителям, ну, подождите, я сейчас отойду и хочу вам имя предложить. В общем, он ушел, там по звездам как-то посмотрел, и говорит, что у него такая судьба, что сейчас по звездам я посмотрел, и его должны звать Акбар. И родители так подумали, и им действительно понравилось это имя. Ну, потом папа решил еще и второе имя добавить Михаил. И поэтому, как автор интересных текстов в нашей школе «Человек будущего» попал в эту книгу. Да, спасибо. Да, и какой вопрос ты хотел мне задать? Ты-то мне писал, Ильичке, что ты раньше делал так-то, а потом вдруг посмотрел старые материалы, видео, и теперь делаешь так. Что ты имеешь в виду? Я, ну, вот ключ я знаю, там, пару лет, да, и как я считал, что у меня, ну, я все понимаю, все у меня получается. Но бывало, да, там что-то, ну, разгрузка, не всегда получалась перезагрузка, или там как-то перенастроиться, переключиться. Но я пытался там как-то себе найти ответы, не всегда получалось. И, собственно, недавно я посмотрел ваши старые видео 90-го года, передачи «Помоги себе сам». Вот, я там на наглядном примере обучаю тебе людей. И, ну, что-то решил так посмотреть, посмотрел две части по часу. И вот почему-то после просмотра этих двух записей, я, у меня как-то, не знаю, я внутри, я понял, почему у меня не получалось раньше. У меня почему-то внутри, вот, у меня почему-то внутри был какой-то блок, то есть я пытался найти, ну, вот, например, настроение себе, да, изменить. То есть у меня плохое настроение, я входил в ключ, и я почему-то ждал, что ключ, ключ сам включит это состояние. То есть я ждал от ключа, когда это произойдет. То есть я мотивацию извне ждал, а не стараюсь... Давай, 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 давай еще раз. Значит, ты два года занимался ключом, это тебе во многом помогало, но ты хотел теперь использовать ключ для того, чтобы, ну, например, менять настроение по заказу, да? Ну, да, там что-то, да, ну, ответ на какой-то вопрос найти, но у меня не всегда получалось. Там у меня какая-то зацикленность происходила, и я, ну, почему-то не видел разницы. И потом вот я посмотрел вот ваше видео старое, у меня почему-то все сложилось, и я понял, что я пытался... То есть я ключ, у меня была ключ, у меня была ассоциация, что это как-то, что должно это как будто само прийти к тебе, вот. Ты просто в коем-то состоянии, и у меня вот, то есть было внутреннее ожидание, внутреннее ожидание. То есть я обнаружил как бы... Ответы на вопрос, который ты хотел там получить, да? Войдя, хотел получить... Да, но у меня вот ошибка была, что я вне... Я как бы не ждал, да, результата, о чем вы говорите, я не ждал результата. Но на самом деле вот внутренне, я вот, оказывается, у меня было вот это ожидание, когда это произойдет, а я этого не замечал. И вот почему я смотрел в старое видео... Сейчас, сейчас, секунду. То есть ты имеешь какой-то вопрос, который тебя волнует. Ты хочешь получить из него ответ. Обычным путем ты получить не можешь. Тогда ты по приемам ключа входишь в ключ и ждешь ответа. Да, но я, знаете как, я вот хожу в состояние, я продолжаю как-то, ну, так же размышлять над ответом этого вопроса. И все-таки внутреннее я ждал, когда... Понимаете, вот в чем дело? То есть без ключа как бы я, да, был... И как бы включая какой-то щелчок, что вот, ну, по идее, должно быстрее, да, ответ прийти в этом состоянии, в нейтральном. И вот это у меня было внутреннее ожидание. И я вот это просто сейчас его почувствовал, именно это внутреннее ожидание, от него избавился. И теперь я уже быстрее могу и ответы находить, там, и какие-то изменения делает в себе, там, и прочее. Ну, конкретно скажи, как ты это делаешь. Теперь ты как? Так вот, допустим, ты ждешь, а ты хочешь получить какой-то ответ, волнуйся тебе, что ты не можешь получить. Ты используешь ключевое состояние, вошел в нейтральное состояние в эту часть, и что теперь делаешь? Ну, да, вот я вхожу в нейтральное состояние, и, допустим, вот если я хочу найти какой-то ответ на вопрос, я также продолжаю, ну, как-то, там, опыт свой использовать, да, вот там, взвешиваю там все за и против, почему вот, ну, где найти ответ, почему должно вот произойти так. И я просто... Вот, в общем, мне это стало интересно намного, интереснее вот это все делать. И прямо возник интерес. То есть раньше у меня особого такого интереса не было в ключе, вот. Я, ну, то есть, я, знаете, как машинально все это делал. Вот хочу там изменить состояние, да, свое там, на более позитивное. Я это как-то машинально делал, поэтому у меня результат был не очень такой положительный, не очень различный. А сейчас я просто с интересом все это у меня стало получаться, и поэтому, и, собственно, все реализуется быстрее. Интересно. Моя метафора, такую вот, что мы не живем в головах друг у друга. Давай еще раз объясню. Вот я тебе еще раз задам вопрос уточняющий, потому что мы по чумучке, и поэтому очень правильно уточнять, чтобы и всем было понятно. Но, в первую очередь, нет. Раньше ты просто имел какой-то вопрос, допустим, какой-то. Ну, допустим, поехать мне вот в какой-то город по таким-то делам, или не ехать, ну, допустим. И никак не можешь понять. Много факторов, которые тебе мешают правильно понять, как быть. Ты вызываешь ключевое состояние режима саморегуляции, раньше-раньше. И ждал это. То есть, ты это делал механически, как ты говоришь. А сейчас ты вместо этого вызываешь ключевое состояние. И там что делаешь? Я просто стал именно больше погружаться в сам этот вопрос. И я именно погружаюсь в него, и мне интересно стало искать ответы. А, то есть просто... Вроде бы понял, я тебе скажу, как я понял, а ты мне скажи, правильно я понял или нет. То есть, ты имеешь какой-то важный вопрос для себя, над ним думаешь всё время, никак не можешь понять ответ. Тогда ты решаешь использовать ключ, входишь в состояние. И там теперь, вместо того, чтобы как раньше по ошибке ждать ответа пассивно, ты продолжаешь думать, как правильно делать, перебираешь варианты, но уже в этом ключевом состоянии. И поэтому получаешь ответ, да? Да, да. И также я, допустим, хочу настроиться на хороший день. С утра проснулся, да, и хочу настроиться на хороший день. Раньше я тоже это делал как-то, тоже так вот немножко в пассивном состоянии, так входил в ключ, и так представлял все образы. И всё-таки вот у меня было вот это внутреннее ожидание. А как я буду себя чувствовать в течение этого дня, да? А сейчас я просто вхожу, я погружаюсь вот в это, я представляю образы, как я себя буду чувствовать, как я буду идти в течение дня, как у меня там будут дела какие-то получаться. И мне это интересно стало, и я погружаюсь, и всё, и я уже, то есть я моментально вхожу, я выхожу из состояния ключа вот утром даже, да, вот перед тем, как я настраивался. Я вот это всё прокрутил в голове, настроился, да, на что в течение дня у меня будет там всё получаться, хорошее настроение. Выхожу из состояния ключа, и всё, я чувствую, я моментально всё, у меня это уже состояние включилось. Ну, насколько я понимаю, сейчас в завершении я скажу, насколько я понимаю, то есть ты теперь ключ используешь не как отдельный какой-то метод, вот ты живёшь обычной жизнью, и ключ используешь как отдельный метод. Это раньше так было. А сейчас догадался, додумался, что его надо вплесить в саму жизнь. То есть ты живёшь... Стал частью меня уже как. Частью тебя. То есть ты теперь, когда хочешь повысить свою эффективность, например, ты мечтаешь, чтобы у тебя целый день было хорошее настроение, хорошее состояние, и чувствуешь как будто неуверенность, что так будет. И тогда ты погружаешься в это состояние ключевое, и там продолжаешь себя настраивать на хорошее настроение на целый день. И вдруг в какой-то момент начинаешь верить в это, и у тебя оно так и получается, да? Да. То есть к решению своих проблем просто время от времени входишь в это состояние. Да. И продолжаешь жить там в этом состоянии, а не просто отдельно берёшь его и... Абсолютно. Совершенно верно. Я правильно сказал, да? Да. Ну, у тебя вообще жизнь изменилась, жизнь изменилась, какую соль на связи с этим? Именно с этим осознанием сейчас? Да. Или вообще с ключом? Ну, вообще с ключом, и сейчас с этим осознанием. Ой, слушайте, ну, вообще с ключом, это естественно, тут можно перечислять столько, я бы даже, хочу сказать, что я бы даже универы бы не закончил, если бы не ключ. И там ещё много примеров я могу описать. И, ну, один из тот примеров вот для меня очень такой поразительный был, когда, ну, вот я вам писал, что я в баскетбол люблю играть, и для любого баскетболиста вот до кольца этого допрыгнуть, да, вот высоты этого кольца, ему кажется, что это высоко. Ну, если он, конечно, там не двухметровый человек. Но все ему вот хотят прыгать до этого кольца, высоко допрыгивать, там легко мяч закладывать в кольцо. И чтобы вот так высоко прыгать, каждый там занимается, там, ну, год, там качает прыжок, приседает, там растягивается и много подготовительных упражнений делает. А я, ну, этим летом, ну, прошлым, 20-го года, был на баскетболистой площадке, и я стоял у этого кольца, смотрел на это кольцо, и потом я, я потом для себя заметил, что я невольно, у меня было автоколебание, я покачивался. И я вот раскрепостил, смотрел на это кольцо и просто пытался оценить его высоту. Я так смотрю, ну, в принципе, 3 метра, это же невысоко, ну, там, ну, рукой можно допрыгнуть, я же не говорю там головой, да, рукой можно, и, в принципе, невысоко. Я стоял, качался, качался вот так, как я потом понял. И я просто увидел, что кольцо, оно реально невысоко висит, что до него, хочешь допрыгнуть, возьми, прыгни. Я просто с места взял, с места, не разбегаясь, с места взял, прыгнул и зацепился за это кольцо вот так рукой. А ты молодец. Что там раньше я не мог сделать. То есть, у меня вот этот шаблон ушел. Я понял, понял. То есть, отчуждение у тебя ушло, барьер ушел между целью и тобой, и ты как стрела, которая метко летит в цель, воедино стал с ней и сразу поразил мишень. Я понял. А вот, можно я еще дополню быстренько? Да. После того, что я с кольцом это понял, что, оказывается, у меня вот этот психологический барьер был, который мешал допрыгнуть, я понял, что, в принципе, во всех делах же так, да? Ну, о чем вы говорите, что просто избавиться от шаблонов, тераптипов надо, то видишь всю картину целиком. Я это стал везде замечать. Вот везде. Вот я там смотрю, вода в окно и понимаю, что там, ну, пробка, да и долго стоять надо. и у меня все, и сразу, когда я, вот пробка, сразу ассоциация, вот сейчас там стоять, там два часа, там настроение плохое будет, там, и, ну, прошлые ассоциации включались. А теперь я стал понимать, а почему у меня должно быть сразу из этой пробки все настроение меняться, и я там домой должен приехать, загруженный быть, и у меня не будет сил ничего делать. Я все это понимал, что я это сам себе накручивал, и все, я резко выходил из этого, из этой доминанта, да, погруженностью вот этой, что все, у меня настроение будет плохое в течение дня. И я ментально это менял. Отлично, то есть у тебя самосознание развивается. Самосознание. Да. То есть ты себя ловишь на неприятных мыслях. Да. И в этот момент думаешь, почему я в это погружаюсь, в эту неприятность. И сразу меняешь свое отношение к чему. Потрясающе. Поэтому не зря ты в этой книге, не зря ты в этой книге со своим текстом. Молодец. Спасибо тебе. Спасибо. Я думаю, мы еще раз с тобой встретимся, ты расскажешь нам еще что-то интересное. Спасибо тебе. Акбар. Спасибо. Ашиков. Ашиков. Спасибо тебе. До встречи. Всего доброго.